Иду к себе умирать Трагедия и порочность пьянства Не только пресловутого русского Но и пьянства горького и опасного Везде и всегда Многократно описано В научной, специальной Художественной литературе В публицистике, кино, живописи И других видах искусства Чего стоит одна только Картина Владимира Маковского Не пущу Там несчастная, измученная Оборванная Заплаканная женщина Раскинув руки Заслоняет собой дверь кабака А к ней прильнул испуганный ребенок А зверовидный муж Рвется к зелью Тащит пропивать какую-то Жалкую рухлядишку Может вообще последнюю Или вспомним страшный текст Знаменитого британского писателя Чарльза Диккенса Его статью Дети-пьяницы В ней он с горечью указывает Что причины пьянства Среди бедняков Так многочисленны Так обыкновенны И к сожалению Так глубоко коренятся В человеческом горе Одиночестве и отчаяния Что даже талантливым Прозаикам порой Не удается их Адекватно описать Но это однако Удается виднейшему Французскому романисту Эмилю Золя Который в романе Западня Со всей мощью своего таланта Описывает порог И его истоки Необычайно подробно Выпукло Ярко И беспощадно Заставляет нас Содрогаться От страха и омерзения Повествуя о женщинах-пьянчугах И о том Как они губят друг друга Втаптывая в грязь нищеты Свое человеческое достоинство А помните Ужас и тоску Сына пьяницы Маленького Гека Мастерские Сочувственно Описанные Марком Твеном Знакомые многим С детства Книги Приключения Геккель Берифин Во второй половине 19-го Начале 20-го века Пьянство так Широко Охватило Америку Что просто Вызвало там Мощный народный протест Ставший в конечном итоге Оправданием Принятия в 1920-м Году 18-й поправки Конституции США И введение Тем самым Пресловутого Сухого закона Запрета Производства Импорта Транспортировки И продажи Спиртных напитков Печальные последствия Этого события Хорошо известны Это разгул Незаконного производства И контрабанда Спиртного Не облагаемого Налогами и акцизами И вызванный Ими Рассвет Организованной Преступности Обогащение Подпольных Дельцов При крайне Сомнительных Успехах Борьбы С пьянством Что собственно Ведет к тому Что после 13 лет Бесплодной Войны На два фронта С зеленым Змеем И организованной Преступностью Конгресс США Принимает 21-ю поправку Конституции Отменяющую Сухой закон Те Кто смотрел Фильм Сержио Леоне Однажды В Америке Помнят С какой Грустью Провожают Его в последний Путь Боссы Контрабанды И воротилы Черного рынка Но долго Грустить Нет времени Их ждут Новые Преступления И новые Аферы Ведь Уже С выгодой Вложено В разные Дела Нажива Полученная От эксплуатации Человеческих Слабостей И пристрастий И собственно Тяжкой болезни Алкоголизма С борьбы С пьянством Начал свое Ускорение И Михаил Горбачев Говорят Именно Антиалкогольная Компания Вбила Осиновый кол В экономику СССР Ускорив Его распад В сегодняшней России К алкоголизму Добавилась Еще и Проблема Наркотиков Всякий Кто бывал В спальных Районах Постсоветских Стран Имел Сомнительное Удовольствие Наблюдать Расписанные Стены Домов С телефонами Продавцов Всяких Там Спайсов И солей Военная Компания Союзников По НАТО В Афганистане Привела К резкому Росту Поставок В Россию Тяжелых Психоактивных Веществ Героина И Всякой Прочей Дряни А сами Вот Американцы Уже Который Год Страдают От Кокаиновой Мафии Из Латинской Америки В общем Проблема То есть И нам Предстоит Ее Решить Впрочем Этот недуг Алкоголизм Как тему Специфически Медицинскую Я на самом деле Оставлю В стороне И Коснусь Пьянства Как Социального Порока И Человеческой Беды Той Той Самой О которой Очень Ёмко Рассказал Описывая Одного Из своих Героев Большой Советский Американский И Российский Прозаик Василий Аксенов Вот уже Месяц После Завязки Он Видел По ночам Одно И то же Наполнение Стаканов И рюмок Вибрация Бутылок Глотающий Алкоголь Глотки Пузырьки Газа Мне не Наливай Я Завязал Сказал Да я По сути дела Тоже Завязал Надоело Это Наше Свинство Сказал Блейзер Знаешь Мы И пить Не умеем А ведь Существует Настоящая Культура Алкоголя Совершенно Неизвестная В нашей Татарии Он Умно И симпатично Улыбнулся Ведь Все Понимает И смеется Над собой Да я Ведь Серьез Не пью Ни по Европейски Ни по Татарски А В теннис Тебе надо Играть Старичок Сердечно Сказал Блейзер И опрокинул Рюмочку Конечно Татария Здесь Это не Автономная Республика СССР И России А метафора Архаичной Качевая Качевая Отсталости При этом Сердечности Спития Рюмочки И сочувствие Пьющему Завязавшему Намекают На Неодолимость Дикости В употреблении Спиртного О которой Прямо Говорят Русские Пословицы И поговорки Собранные Антропологом Георгием Багриновским Нам Все Равно Что Водка Что Пулемет Лишь бы С ног Валило Или Вот Как хочешь Зови Только Водкой Пой Или Всякий Раб Рюмочки Рад Народная Мудрость Хоть и скорбна Да точна Чрезмерность Употребления Бедным Людом Спиртного Многие Годы Финансово Выгодно Государству И помогает Ему Держать Его В рабском Состоянии Не зря Другой Русский Советский Прозаик Алексей Толстой Рассказывает Устами Кабатчика Как При покойном Государе Алексея Михайловича Бывало Придет Друг Уводить Пьяного Чтобы он Последний Грош Не пропил Стой Убыток К казне И этот Грош К казне Нужен Сейчас Кричишь Караул Пристава Его Кто пить Отговаривает Хватают И В разбойный Приказ А там Рассудив Дело Рубят Ему Левую Руку И Правую Ногу И Бросают На Лед Пейте Соколы Пейте Ничего Не Бойтесь Ныне Руки Ноги Не Рубим Вот И Пьют Стало Быть Соколы И Соколы 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 В день А А А А Тюрем Тюремные Сроки Проблемы Не Решают И Точно Так же Как В Штатах Власти Сдаются И С 1923 Совнарком Начинает Промышленный Выпуск Крепких Напитков И Торговлю Имя Но В Отличие От Америки Производство Спиртного И Торговли Им В СССР Это Государственная Монополия С тех Пьют И Пьют Жестоко И В Советском Союзе Время От Времени В стороне Проводят Антиалкогольные Компании Но Тем Не Менее В Период С 1960 По 80 Годы Потребление Алкоголя Растет Более Чем В Три Раза С Трех Литров Этилового Спирта В год На душу Населения В 1960 До Примерно Десяти В 1980 Году Министерство Здравоохранения Фиксирует Тревожную Динамику Уже В Начале Семидесятых И Разворачивает Очередную Агитационную Компанию В 1972 ЦК КПСС Принимает Специальное Постановление О Мерах По усилению Борьбы Учреждениях Год Если Перевести Это На Сухое Вино Получится Примерно 118 Бутылок Это Вновь Вызывает Понятную И Оправданную Тревогу Властей И И 1985 Году По Инициативе Генерального Секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева И Члена Политбюро ЦК КПСС Егора Легачева Они Начинают Самую Масштабную Советская История Антиалкогольную Компанию По Кожим Днем 7 Мая ЦК Принимает Постановление О мерах По преодолению Пьянства И алкоголизма А Совмин Уже Постановление О мерах Преодолению Пьянства И алкоголизма И Искоренению Самогоноварения Меры Это Начинают Принимать Немедленно И Согласно Официальным Данным Они Помогают Резко Снизить Цифры Потребления Алкоголя Примерно Вот До показателей 1960-х Годов И По тем же Данным Это Положительно Сказывается На демографии И Здоровье Граждан Но В то же Время Эта Слабо Продуманная И Подчас Нелепо Организованная Компания Ведет К уничтожению Тысяч Гектаров Сырьевых Культур И В первую Очередь Винограда Например Сильно Пострадало Производство Моей Любимой Крымской Массандры Росту Смертности От использования Разнообразных Химических Заменителей Алкоголя И Иных Ядовитых Психоактивных Веществ Ну а Также Конечно Многократному Росту Подпольного Производства Крепких Спиртных Напитков Низкого Качества Компания Компания Сопровождает Активная Пропаганда Трезвости И здорового Образа Жизни Широко Распространяются Статьи Академика Медицинских Наук СССР Федора Углова О вреде Алкоголя И о том Что Пьянство Вообще Не присуще Русскому Народу Цензура Изымает Либо Изменяет Тексты Литературных Произведений И песен Удаляет Сцены Употребления Спиртновые Спектакли Эстрадных Шоу И Кинолент Суровые Требования Отказа От алкоголя Предъявляет К своим Членам КПСС От них Требует Добровольно Вступать В созданное В 1985 Году Всесоюзное Добровольное Общество Борьбы За трезвость Эта Организация Конечно же Не первое Объединение Такого Типа И вообще Говоря Одной Из первых Стран Где Они Были Созданы Стали Как раз Те самые Соединенные Штаты В 1869 Году Там Учреждают Политическую Партию Запрета Ее Политическая Цель Покончить С пьянством В стране В 1893 Идейные Противники Пьянства Создают Такую Антисалунную Лигу Америки За 10 лет До того В 1873 Году Группа Женщин Формирует Женский Христианский Союз Воздержания В историю Страны Входит Имя Знаменитой Кэрри Нейшн Грозы Барменов И хозяев Салунов В штате Канзас И всюду На Великих Равнинах Она Всегда Появляется Внезапно Одетая В строгое Черное Платье И без Предупреждения С невероятной Свирепостью Врывается В питейные Заведения Держа В одной руке Библию А в другой Топор И громко Распевая Псалмы И молитвы Крушит им Все Что попадается Ей на пути К стойке Из-за которой В ужасе Стримглав Убегает Бармен Она Тогда Стала Быстро Героиней Первых Полос Американских Газет И Несколько Десятилетий Антиалкогольный Активизм Набирает силы К чему Это ведет Мы знаем Но Сам По себе Пример Массового Движения Воодушевленного И мотивированного Чистой И светлой По своей Сути Идеей Очень Важный Пример Солидарного Гражданского Действия Но между Этим Мощным Порывом Немалой части Американцев И советской Антиалкогольной Компанией И Обществом Борьбы За трезвость Куда Нередко Силком Загоняли Коммунистов Есть Огромная Разница Антиалкогольные Организации США Были Поистине Общественным Творчеством Опирались На народные Инициативы И идеи Которые Разделяли Тысячи Людей Побуждавшие А порой И вынуждавшие Власти Прислушиваться К своим Требованиям Напротив Все Антиалкогольные Компании В СССР Были В первую Очередь Делом Именно Властей Осуществляли Сверху Встречая Понимание И поддержку Сравнительно Небольшого Числа Людей Членов Общества Нередко Приходилось Записывать Туда Празнарядки Которую Спускали Партийные Профсоюзные Организации И трудовые Коллективы Так что Не мудрено Что в 1990 Горбачевская Антиалкогольная Компания Плавно Без официального Объявления О ее завершении Фактически Сходят На нет И В 1991 Году Из названия Общества Борьбы За трезвость Удаляют Слово Борьба И превращают Его просто Общество Трезвости И здоровья А потребление Алкоголя Вновь Растет С 3,8 Литров В год На душу Населения До 6 Конечно Этот рост Мало связан С изъятием Из названия Организации Слово Борьба Скорее Во-первых С тем Что 5 лет Это слишком Короткий срок Чтобы Компания Такого Типа Которую Начали Горбачев И Лигачев Привела К внедрению В массы Условного Рефлекса Неприятия Систематического Употребления Спиртного Ну или Хотя бы Культуры Его Ограниченного Потребления Ну и Во-вторых С тем Что Резкое Ухудшение Жизни Этих Масс Потери Многими Сбережений В ходе Денежных Реформ Закрытие Предприятий Снижение Зарплат И Другие Вызывающие Тотальную Депрессию Невзгоды Ставшие Ощутимыми На рубеже Десятилетий Порождало Стремление Снять Подавленность И дезориентацию Одним из Самых Доступных И самых Порочных Способов Выпивкой Но главное Это Значительные Финансовые Выгоды Которые Приносят Государству Производство И торговлю Спиртным Очевидно Сказывается И тот Факт Что Президент России Борис Ельцин Сам питал Немалое Пристрастие К крепким Напиткам И не считал Их употребление Реальным Злом Ну а следовательно И не был настроен На искреннюю Борьбу Со злоупотреблением В 1992 Ельцин Отменяет Государственную Монополию На производство И продажу Алкоголя Но уже Через год Ее восстанавливает И она Действует До 1998 При этом В условиях Управленческого Хаоса Разгула Коррупции И преступности Стремительно Растет Неконтролируемое Частное Производство В том числе Подпольное Контрафактного И некачественного Алкоголя Современная Ситуация Известна Употребление Алкоголя Рассчитывают Разные Организации И место Занимаемое Страной В рейтингах Зависит от тех Методик Которые Они используют Соответственно По разным Данам Россия По употреблению Алкоголя Чистого Спирта На душу Населения Занимает В мире Разные Места От 9 по 16 место Уступая Например Молдове Франции И Ирландии Но Опережая При этом Штаты Финляндию И Германию Замыкают В списке Как правило 6 стран Где полностью Доминирует Ислам Хотя В Афганистане Пакистане И Саудовской Аравии Судя по цифрам Кто такое Где порой Все таки Еще же Немножко Пьет Но Сколько Потребляют В России И чистого Спирта На душу Населения По разным Данам От 11,7 До 11,1 Литра В год Много Это или мало Ну Конечно Это Дело Личное Кому-то Маловато А кому-то И вообще Смертельно Важно То Что По данным Всемирной Организации Здравоохранения Профильной Структуры ООН Во всем Мире Следствие Злоупотребления Алкоголя Ежегодно Становится 3 миллиона Смертей Это Более 5% Всех Летальных Случаев Она же Причина Более чем 200 Нарушений Здоровья Разнообразных Болезней И Травм Среди Людей В возрасте 20-39 Лет С алкоголем Связано 13,5% Всех Случаев Смерти А это Значит Что Любой Государственно Мыслящий Политик И гражданин Не имеет Права Закрывать Глаза На эту Проблему С ней И попытками Ее решения В России Связан Важный Опыт Моей Семьи Его Реализовала На Чукотке Моя мама Когда работала Там Вице-губернатором Региональной Администрации В пору Когда ее возглавлял Роман Абрамович Я отлично Не верю Ни в какие Сухие законы Их Итоги Повторяю Хорошо Нам Известно Как и все Репрессии Они неэффективны И ведут Только к ухудшению Ситуации И в области Борьбы с пьянством И в области Кстати Борьбы с наркоманией В той же Португалии Например Накотики Не запретили А вообще Легализовали Полностью Все И что с того Резкого роста Потребления Которого Боялись Некоторые Не произошло Зато Произошел Резкий Спад Преступности Бесчестные Люди Зарабатывают Сумасшедшие Деньги Спекулируя На человеческих Пороках А путь К этому Им открывают Как раз Запреты С точки зрения Практического Решения Надыма Работать С пьянством Чукотки Исключительно Для Чукотки Социально-политический Вопрос Это же Проблема Здоровья Нации И в конечном Счете Ее Конкурентоспособности На мировых Рынках Всех продуктов От нефти До самых Тонких Творческих Открытий Решений И свершений Довольно Того Что Злоупотребление Спиртным И ничто Больше Отняло У нашей Страны А нашей Страну Я считаю ИССР Столько Великолепных Гениев Среди них Владимир Высоцкий В судьбе Которого Алкоголь Сыграл Разрушительную роль Не меньшую Чем наркотики Или Скажем Сергей Есенин Бравировавший Своим пьянством А вспомним Сергея Довлатова Александра Твардовского Михаила Шолохова Геннадия Шпаликова Со страшными Страками Сегодня пьем Опять втроем Или Олега Даля С его убийственным Иду к себе Умирать И множество Творческих Людей Быть может И менее Известных Но не менее Ценных Россия Нужны все Все Без исключения Таланты Ибо Буквально На наших глазах Беспощадное Глобальное Соперничество С каждым Часом Усиливается И будет Усиливаться Впредь А на Его Острие Идут Самые Одаренные Политики Очевидно Одним из Главных Может стать Максимальное Снижение Нагрузки На психику Жуткого Бремени Борьбы За выживание За место На рынке Труда За лучшие Условия Жизни Или хотя бы За сохранение Прежних Этот груз Создан Нынешним Политическим Режимом И экономической Системой Он вызывает Чувство Безысходности Депрессию И гнев Изменив его Мы заметно Улучшим Уровень И качество Жизни Сделаем Ее В самом Прямом Смысле Красивей Страна Нуждается В своевременных И необходимых Мерах По ограничению И снижению Потребления Спиртного И наркотиков Это же очевидно Но столь же Очевидно И то Что государственные Меры В этой области И действия Гражданского Общества Должны быть В высшей степени Хорошо продуманы Спланированы Законны Но все-таки Главное Разумны Чтобы мы Избежали Повторения Трагических Ошибок Прежних лет И своих И чужих Именно Поэтому Им должно Предшествовать Самое Широкое Серьезное И главное Неформальное Обсуждение Этой проблематики Обобщение И анализ Доступного нам Российского И международного Опыта И его Взвешенное Внедрение Продолжение следует... Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова